Друзья, привет! Вот я тут опаздываю немножко на свой 8-часовой эфир, но ничего страшного, сейчас, так, это что такое, что у нас? Готов пообщаться. Готов пообщаться. Вчера у меня был день рождения, был занят, вот сегодня время есть. Так, 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 так. Поверяем, что у нас тут сработало. Ой, сори. Давайте. Готов ответить на вопросы в рамках проекта Корректура. У нас что-то стандартная как бы тема. С утра работаем по проекту Корректура, задаем вопросы по спортивному питанию, по коррекции фигуры, по правильному построению диеты и так далее. Так, сейчас откуда я завещаю? За своим рабочим столом сижу. Как обычно. Это бывает. Но, видите, последнее время у меня сегодня видели либо за завтраком, либо за рулем автомобиля. Ну, сегодня вот это выглядит следующим образом. Да. Проводили мы Геннадия Павловича Капшая домой. Он поехал. Это главный тренер сборной России по ММА. Очень продуктивный провел он семинар у нас в Иваново. Семинар по ММА. И вчера были выданы лицензии, значит, тестованы. Десять тренеров, примерно десять, я не считал, честно говоря, из Ивановской, значит, области. Моих парней, которые у нас, значит, преподавают, ну, и ведут в секциях ММА. Вот. Так что, все круто. А теперь у нас тренера сертифицированные, лицензированные, все, как говорится, супер по-взрослому. Даже то, что мне не хочешь законнектиться, это все никак. О, вот так вот, хорошо. Хорошо, все. Я здесь еще и на работе в сетке. Прекрасно. Ну что ж, ребят, давайте. Кстати, эту тему мы тоже можем обсудить. Угу. Отмечает, что Ивановская область в ММА шагнула семи бельными шагами за последнее время. Ну, действительно, смотрите, провели в свое время Кубок СФО. Хороший чемпионат области был Ивановской. Классно показали сам результат. Вообще было, смотри, шикарно. А, кстати, ну давайте вернемся к теме проекта корректура. Вот вчера был день рождения, что я, как говорится, ел. Позволил ли я себе, значит, как оторваться. Вот скажу сразу, что в чем-то да, в чем-то нет. То есть, как я вам уже говорил раньше, да, ну кто знает. Алкоголь я не употребляю вообще. И его, соответственно, вообще и не было для меня. Вот. А в еде, да, ел я вчера и тортики, и сладенькое всякое, и все такое прочее. С удовольствием. И уверяю вас, что это не скажется абсолютно никак вообще на мне. Почему? Потому что когда уже правильно выстроен метаболизм, один день не в состоянии и разрушить уже отлаженную систему в базальном обмене в вашем организме. Поэтому если вы... Это, в принципе, должна панацея быть для вас, да, некоторая. То есть, если вы действительно взялись за себя, выстроили схему своего питания, выстроили тему так, как это надо. Вот. Ну, на это надо минимум, конечно, полгода, а может даже больше времени, чтобы именно не форму приобрести, какую вам хочется, а перестроить базальный метаболизм. То вот вы это сделаете, когда какие-то нарушения, когда вы путешествуете где-то, когда вы отмечаете какой-то праздник, и вот эти вот нарушения в диете, какие-то послабления ни на что не повлияют у вас, однозначно. По ней смогут повлиять серьезно, если вы снова начнете выстраивать все это дело в систему. Тогда начнется обратная перестройка метаболизма и обратная перестройка в базальном обмене. И все. И начнется вот откат. Не откат, а основа перестройка в ненужном для вас направлении. Термин откат я бы применял бы для тех, кто не перестроил этот метаболизм. А путем методов корректировки фигуры, направленной на скоротечные изменения, подготовился к определенному сезону, к пляжному сезону, к лету или типа того, скинул какие-то килограммы, а метаболизм не перестроил. То есть он его держит только на том, что скорректировал на данном этапе самую диету. Стоит ее только прервать, стоит только что-то немножко поменять и будет откат обратный. Потому что изменений все внешние, внутренних изменений нет. Надо начинать все наоборот, с изменений внутренних. Надо разгонять обмен веществ. Так, за счет чего вырабатывает такой метаболизм? Это на тех направленно, кто хочет именно похудеть, я рассказываю. Разгоняется основной обмен веществ. Разгоняется. Разгоняется частыми приемами пищи, небольшими. И, значит, не специальным, а правильным самосочетанием самих продуктов в одном приеме пищи. Когда в одном приеме пищи не сочетаются жиры с углеводами. Вот и все. Это на начальном этапе. И сразу же вес пойдет вниз. И если к этому не привыкнуть, вам так и будет удобно питаться, на самом деле. Еда станет, конечно, попроще. Изысков таких в еде не будет, где в одном блюде намешано. Мухи, мед, говно, да пчелы. Сколько раз в день нужно питаться для набора мышечной массы? Для набора мышечной массы можно питаться постоянно. Вопрос в том, чем питаться? Что есть? В каком количестве? Как есть до тренировки? Как после тренировки? Применять ли, предположим, во время тренировки БЦА и так далее? Ребята, это очень обширная тема. И я там в основном рассказываю для тех, кто хочет скинуть вес, кто хочет массу набрать мышечную. Я всегда считал, что это сделать намного проще, чем скинуть. И по этому поводу я советую вам обратиться на YouTube в интернете к бодибилдерам. Вот они в этом хорошо разбираются. Понимаете, бодибилдеры хорошо разбираются в том, как набирать мышечную массу. Если для вас это главный критерий до набора мышечной массы, вам к ним. Они только этим и занимаются. То есть они расскажут вам, как это сделать чистым способом, как это сделать с химией, как это сделать со спортивным питанием или без. Они на этом собаку съели. Вот. Я же рассказываю это не для спортсменов и не для профессионалов, а просто для здоровых людей, кто хочет иметь атлетическое телосложение, но не собирается набирать мышечную массу большую. То есть у него достаточно естественного совершенно веса, который, предположим, вычисляется по формуле 100 равно рост минус вес. Понимаете? Вот так вот. Неким вот образом. Притренировочные комплексы чем вредны? Тем же привыкаешь к ним. И без них уже никак не будет ничего получаться. Так. Ну, если вы имеете в виду предтреники. Да? Ну, вот таким вот образом, да. Дело в том, что корректировка фигуры, она же не... У меня проект корректура, он направлен не на формирование, не на бодибилдеров. Понимаете? Я не являюсь экспертом в бодибилдинге. Я себя больше позиционирую как человека, который понимает взор, в здоровом образе жизни. Ну, и собственно, чтобы тело было здоровье, красивое, атлетичное, кубики пресса, там все такое прочее, но все это естественно, все нормальным образом. И они не гипертрофированы совершенно. Также направлена у меня эта тема на бойцов, которым тоже излишняя мышечная масса вовсе ни к чему. Не столько мышечная масса, нужно сколько просто набрать вес. А чтобы просто набрать вес, это вообще проще пыльный леп. Надо жрать от пуза. Если не насваивается, добавлять еще ферменты, чтобы эта еда, которую съедаете, переваривалась. И главное, наладить режим дня. То есть питаться регулярно, хорошо спать, чтобы не вырабатывался кортизол, гормон, стрессовые излишки. И все. И вы начнете потихоньку набирать вес. А еще, жениться вам, барин, пора. И сразу вес набирать начнете. Так. Я начал заниматься каратэ. Начал есть не три, а четыре, пять. Все равно худею, хотя и так не толст. Добавляю. И вот здесь прям противоположные понятия надо делать. То есть если для того, чтобы убрать жировую, в основном, прослойку нужно питаться, а разводя между собой жиры с углеводами, то вам их наоборот надо соединять. То есть вам нужно есть жирное мясо с макаронами, предположим. Не отказывать себе в эклерах, выпечке, есть много белого хлеба. Если вы просто хотите вес набрать, просто хотите набрать. Белый хлеб со сладким чаем и с вареньем. А перед этим борщ с салом. Будете вы все набирать, я вас уверяю. Только спать еще надо. А не по клубам по ночным тусить. И все будет нормально получаться. Ну и конечно, пищу тщательно пережевывать надо, а то надо просто транзитом пролетать будет. Ну так вот, насквозь. И ничего не будет усваиваться. Это раз. И два, если с приемом пищи провоцировать будет у вас, ну не сварение, но вы это поймете. Метеоризм, там живот пущий начнет и все. Значит надо будет добавлять еще ферменты. Типа мизима, да там, панкреатина. Чтобы это все переваривалось. И все будет нормально. Ладно, друзья. На сегодня эфир мы тогда закончим уже. Мне надо поработать. Я думаю на часть вопросов ваших я ответил. Я рад, что они были у вас. Замечательно. До встречи. Увидимся. Пока. Пока. Пока.